Здравствуйте, друзья! Вы на канале Fit4Life. Герой нашего сегодняшнего выпуска – Оливер Рихтерс, также известный как голландский гигант, является бодибилдером, который широко известен как один из самых высоких в истории этого вида спорта. Со своим ростом в 218 сантиметров и весом около 150 килограмм, его невозможно не заметить в толпе. Даже самые крупные и брутальные бодибилдеры, такие как Джей Катлер и Мартин Форд, на фоне Рихтерса выглядят совершенно непривычно и кажутся маленькими мальчиками. Например, посмотрите, как рядом с Рихтерсом выглядит Хафтерн Бьернсон, исландский пауэрлифтер и стронгмен, исполнитель роли горы в сериале Игры Престолов. Помимо бодибилдинга, Оливер является главой собственной мясной компании, а также снимается в кино и пробует себя в рестлинге. У него уже было несколько эпизодических ролей в кино и сериалах, и не так давно он получил одну из главных ролей в Черной вдове от студии Марвел и сериале Kingsman. Оливер Рихтерс родился в 1989 году в Голландии. С детства мальчик отличался высоким ростом и начинал играть в баскетбол еще в школе. Казалось, что развитие карьеры в этом виде спорта было бы идеальным. Но поиграв три года, Оливер понял, что это не тот вид спорта, который ему нужен. Рихтерс был достаточно худым подростком и был недоволен этим фактом. Он хотел нарастить мышечную массу и решил заняться бодибилдингом. Кумирами Рихтерса были такие известные культуристы, как Денис Вольф и Рич Пиано. В 2007 году, в 19 лет, Оливер впервые познакомился с железом. Но была одна проблема. Парень с детства страдал от дефектов палой и грудной клетки. Он не мог тренироваться в полную силу. Врожденный дефект мешал развитию сердца и легких. Его сердце было на 20% меньше нормы для его размеров. Это означало, что Оливер не мог выполнять такие тяжелые пауэрлифтерские движения, как становая тяга и приседания со штангой. Он просто начинал задыхаться. В 2011 году Рихтерс решился на операцию. Затем последовали 6 месяцев реабилитации и серьезная потеря веса. Ему пришлось сломать 10 ребер, чтобы выполнить операцию. И он продолжал терять вес, пока восстанавливался. Это была жертва, которую Рихтерс должен был перенести, чтобы продолжить свою карьеру в бодибилдинге. После восстановления Оливер смог заняться собой всерьез. Он начал с того, что скорректировал план своих тренировок и питания. Начал относиться к занятиям в зале более профессионально и прогресс не заставил себя долго ждать. В тренировках Оливер предпочитает свободные веса, так как большинство тренажеров сильно ограничивают амплитуду его движения. В жиме ногами, например, он не может разогнуть ноги до конца, а в тяге вертикального блока приходится сидеть на полу. В работе со свободными весами Оливер выполняет 3-4 подхода в упражнении в 15 повторах. За последние 8 лет он тренировался почти каждый день 4-6 раз в неделю в зависимости от самочувствия. Оливер говорит, что в фитнес-тусовке, общаясь с разными тренерами, он понял, что все тренируются по-разному и ему самому придется нащупать для себя подходящий режим в упражнениях. Мужчина сторонник того, чтобы каждые 6 недель менять тренировочную программу, дабы избежать так называемого плато и продолжить сохранять мотивацию. Я считаю, что не стоит тренироваться более часа. Если вы не можете утомить мышечные группы за 1 час, вы плохо тренируетесь, говорит Рихтерс. Тренировка длиной в час – малая часть того, что приходится делать, чтобы набрать вес и даже удерживать его. Прежде всего, это, конечно, питание каждые 2-3 часа. Чтобы набрать и удерживать такую массу, Оливеру приходится плотно есть 5-6 раз в день. Один лишь завтрак из 6 яиц, 200 грамм овсянки и 40 грамм протеина насчитывает почти 1500 калорий. Далее он ест каждые 3-2 часа, затем вечерняя часовая тренировка в зале и снова прием пищи. Питание – для него необходимость. Всего же за день голландский гигант употребляет около 6500 калорий. Принимает ли он фармакологию? Скорее всего, да, но дозировки невысокие. В отрыве от его роста его форма не выглядит очень уж впечатляющей. Чему же мы можем научиться Оливера Рихтерса? Его стремления стать знаменитым актером пока еще не стали реальностью, но, похоже, он находится на правильном пути. Что касается его карьеры в бодибилдинге, то ему еще предстоит пройти определенный путь, однако он доказал, что способен преодолеть любые препятствия на пути к своей цели. Оливер, безусловно, генетически очень ударенный человек. Рост просто сумасшедший, при этом он вполне успешно набирает мышечную массу. Нашего героя довольно часто приглашают на различные выставки, семинары и шоу. Так, в 2018 году Оливер посетил в качестве гостя выставку SN Pro, которая проходила в Москве, где каждый желающий мог взять у него автограф и сделать фото на память. В данный момент Оливер Ричардс доволен тем, как сложилась его жизнь, как проходит его карьера в бодибилдинге и как развивается его карьера в киноиндустрии. Люди на улице оборачиваются, когда он проходит мимо и просят сделать фотографию. Вот она популярность. На этом все, друзья. Если это видео было вам интересно, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал и до новых встреч!